20.00, друзья, я включил запись. Сегодня у нас 28 сентября 2020 года. Мы начинаем нашу 26-ю конференцию, российскую конференцию по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. У нас сейчас 34 участника. For international participation, I will speak in Russian. Hope that you may have main features of my presentation understand. Because it's easy to translate via Google translation. Я возвращаюсь к русскому языку. У нас программа конференции начинается с открытия, процедуры открытия, которая, ну, предусматривалось там 3-4 человека, но, возможно, будет больше. Поэтому сейчас я слово предоставляю седателю нашего органитета, Анатолию Ивановичу Климову, который скажет несколько приветственных слов по поводу открытия нашей конференции. Анатолий, тебе слово. Валерий Николаевич, демонстрацию экрана я включаю? Сейчас я тебе дам эту возможность. Да, пожалуйста, включай. На зеленую кнопочку нажать на демонстрацию экрана. Я нажал, но что-то она выдает. Ну, вот, экран не подключаешь. Почему-то всегда вот эта вот проблема такая. Так. Все, сейчас, наверное, пойдет. Так. Ну, вот, все нормально. Да, да. Ну, вот, видим, Толь, видим твой экран. Все, хорошо. Наш язык будет русский основной, но я просил бы русских коллег краткую аннотацию и, может быть, их презентацию сделать на английском, потому что у нас достаточно много людей. Значит, итак, все-таки я, собственно, хотел остановиться на семи пунктах, которые позволяют нам сделать, уточнить основные вехи, которые прошли за эти два года, когда мы делали последнюю 25-ю конференцию. Во-первых, я еще раз хотел поблагодарить доктора Пархомова Александра и доктора Зателепина Валерия за основной вклад в подготовку этой конференции, поскольку я был практически на вторых ролях. Нижайший им поклон. Значительное событие, которое мы имели в этом году, это открытие Зателепинского вебинара, которых прошло, Валерий Николаевич, сколько у нас? Девять вебинаров. И они огромную роль сыграли в нашей консолидации, во-первых. Во-вторых, значит, в координации усилий. И в-третьих, вот, по сути дела, информации на текущие темы, которые важны для нас. Вот, теперь два слова о том, что вот мы имеем связь, тесную связь между нашим комьюнити, значит, вот нашим сообществом, которое изучает, условно будем называть, вот, Ленарфизику, и Российской Академии Естественных Наук. Значит, ряды наши пополнились. В число членкоров были приняты Баранов Зателепин. Вот Чепелев и Годин подали документы готовиться. Поэтому вот число нашей секции Уран, то есть Российской Академии Естественных Наук, оно растет. И думаю, что тенденция будет продолжаться. Мы были свидетелями пятого пункта. Это объявление впервые за всю историю, так сказать, Советского Союза и России. Значит, был объявлен итальяно-российский, значит, конкурс по Ленарфизике. Значит, но, к сожалению, вот сегодня мы имеем негативные результаты, потому что итальянские партнеры откликнулись на эту конференцию неохотно. И, по-моему, единственная заявка, которая прошла от России и Италии, насколько я знаю, это было Пархомова и его коллег. Значит, основные направления научной деятельности в области Ленарфизии на сегодняшний день, это моя точка зрения, значит, я ее излагаю здесь. Мне кажется, это необходимо. На первом месте в связи с этими ужасными явлениями пандемии, которые во всем мире творятся, значит, и в нашей области, были исследования перед ним плоскость биологической защиты и, значит, медицинского использования. Это, прежде всего, работы Зателепина, Орлера, значит, и Панчелёги, так сказать, коллег его из Киршина. Это вот мои собственные, так сказать, работы. Ну, на первом месте у нас, конечно, Ова Корнилова, которая сейчас, вот в октябре месяце у меня выйдет, ну, фантастически интересная работа, значит, пионерская такая. Ну, вы все станете свидетелями. Она просила пока не озвучивать эту работу. Думаю, что мы скоро станем свидетелями этого события. Значит, ну, основные, тем не менее, значит, усилия были направлены на развитие Ленарфизики. Вот из них вот такие топики, направления, которые, мне кажется, очень интересны и позволяют сформулировать полуфеноменологическую модель явления. Это мягкое рентгеновское излучение. И в том числе сюда же я отношусь к странным излучениям, которому сейчас уделено особое место в ряде команд наших. Регистрация холодного нейтронных потоков или, скорее всего, частиц, похожих на нейтроны. Анализу обработки оптических спектров. Ну и, естественно, химическому анализу здесь вообще. Анализ состава, трансмутации, значит, вот образцов, которые были, значит, в реакторе или поблизости него. Ну и последний, вот, значит, третий, четвертый, пятый, до седьмого пункта, это, ну, я считаю, значит, вот исследуемые в области прикладных уже вещей, это прежде всего, значит, новой энергетики, чистой, зеленой энергетики. Значит, ну, здесь активно работали и активные успехи имелись у группы Пархомова, Климу, Година, Зателепина с Барановым, ну и другие, кто занимался в этом направлении. Теоретические модели активно разрабатывались Юрием Ратисом, Дангианом, значит, ну, вот, к сожалению, теоретический фронт у нас не сильно, так сказать, выражен, но, тем не менее, значит, такие модели, я знаю еще порядка пяти групп, которые занимаются активно в этом направлении, в том числе Цыганов, он бывший, так сказать, наш соотец, ну, вот, ученый, который сейчас уже не у нас, так сказать, вот, группа из физтеха, значит, Санкт-Петербурга, значит, Чалый, Гуревич, к примеру, вот, ну, сюда же стоит, вот, отнести пункт пять, это, вот, связь физики шаровой молнии с Леннер, значит, ну, я бы назвал это не физикой шаровой молнии, а физикой долгоживущей лонг-ливет плазменных образований, значит, вот здесь активную исследование, активную роль, значит, Никитин Анатолий Ильич, Бучков Владимир Ильич, я продолжаю здесь, так сказать, работать, ну, вот, Чистолинов, это новое, так сказать, поколение уже. Очень важный момент у нас произошел по установлению связи с заграницей, с нашими соплеменниками. Фомичев помог многим из наших групп в советах и в приобретении новейшей диагностической оборудования, вот, ему за это большое, большое спасибо, вот, ну, и все-таки я бы закончил, так сказать, не столько радостными, значит, известиями, о том, что у нас и как во всем мире наблюдается плохая ситуация, поскольку молодых людей, и вот сейчас мы видим это в составе присутствующих, ну, их практически нет. Это наша беда, это наша, вот, так сказать, новая боль, но, к сожалению, это факт, с которым надо, вот, жить и, может быть, как-то исправлять этот факт. Все, еще раз завершая мое выступление краткое, я хотел бы поздравить участников с этим, на удающемся достижении, в таких сложных условиях мы все-таки проводим конференцию. Успехов в участии в вашем. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий. Ну, обычно Анатолий с большим трудом останавливается, но ему тут удалось сравнительно быстро и свою приветственную речь завершить. Слово предоставляется Пархому, одному из членов оргкомитета, который, ну, короткие какие-то предварительные итоги участников подведет. Саш, тебе слово. Ну, я приветствую участников конференции, которые собрались в это необычное, очень трудное время, пусть даже виртуально. Конечно, жаль, что мы не смогли встретиться лично у теплого моря, у подножия гор. Но я считаю, что тут даже в таком режиме есть свои преимущества. Ну, не надо никуда ехать, не надо платить за дорогу, не надо, значит, платить за жилье. Ну, и смотрите, вот люди откликнулись очень активно. У нас 42 доклада, 42 заявки на доклад было, на доклады было прислано. Никогда такого вообще в истории наших конференций не было. Из них, ну, я сейчас нашу статистику подведу. Три доклада обзорных. 14 посвящены экспериментальной тематике. 10 докладов эритических. Значит, 8 докладов посвящено шаровой молнии. И вот мы ввели новую, никогда у нас не было такой секции, подходы к исследованию новоизученных природных явлений. Вот, на этой секции у нас 7 докладов. Ну, мы долго думали, как же вот нам решить проблему такого изобилия докладов. Сначала мы думали, даже часть докладов сделать стендовыми. Ну, потом решили, что лучше будет, значит, никого не отбрасывать куда-то в сторону, а дать возможность выступить всем. Ну, продолжительность доклада у нас в основном ограничена 30 минут. Некоторые 40 минут, некоторые 20 минут. Но вместе с тем можно обсудить эти доклады на ежедневном круглом столе. Вот. Так что доклад может быть почти без вопросов и ответов, но зато все обсуждение будет на круглом столе. Ну, я думаю, вот в таком режиме мы сможем справиться с таким изобилием, с таким наплывом доклада. Ну, так вроде все, что я хотел сказать. Ну, еще раз приветствую участников наших конференций и желаю хороших выступлений и успехов. Спасибо. 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 Спасибо Пархомову. Ну, попросим Владимира Львовича Бычкова сказать несколько слов приветственных участникам. Спасибо. Хелло. Пархомову. I also from behalf of Russian Committee on Ball Lightning from Moscow, Moscow, all Moscow seminar on ball lightning and poorly studied phenomenon of atmospheric electricity. And from our section of Russian Academy of Natural Sciences to congratulate all the participants to wish all successful work and to say successful and new ideas. With regards to Vladimir Bychkov, we are waiting for new meetings. We welcome you. Welcome to our conference. Thank you. Спасибо, Владимир Иванович. Жак, I address to Жак Руе. Жак, we ask you to say some greeting words for participation of our conference, please. So, thank you very much. So, again, I have been invited by Alexander Klimov to participate in this conference. And I am very happy to say a few words to this at this occasion, you know. We are here participating in different research efforts, dealing mainly with gas solids and things like that. And we know each other in these different European countries. But the fact is that in Russia, I am impressed to see that you do things very different, with very different approach in terms of experiments and also in terms of theories. And this is very interesting to exchange the views because indeed we have very different possibility to explain things and to make tests. So, I am quite impressed to see the program of this conference, lasting several days with many very interesting presentations. And I want to congratulate the chairman and I want to congratulate the chairman and all the organizers and so the participants to for this conference, you know. I wish you a great success. And I am sure that we are going to listen to very, to many very interesting presentations. Thank you. Thank you. Жак, thanks very much for your greeting to participation. And позвольте мне закончить, тоже сказать несколько слов, вот в заключении нашей процедуры открытия. Я буду говорить по-русски, ну, для того, чтобы основная наша аудитория более-менее хорошо меня поняла. Я не поленился посмотреть вчера запись нашей предыдущей 25-й конференции и обратил внимание на некоторые особенности тех приветственных слов, которые мы говорили два года назад. В частности, я хочу обратить внимание на свое приветствие два года назад, в котором я провел параллель между развитием ядерной физики в свое время, в начале 20-го века и развитием нашей науки, Ленор. Ну, мы ее для простоты так называем, хотя название не совсем удачное. И тогда я обратил внимание, что ядерная физика начала развиваться очень активно тогда, когда более-менее разобрались, ну, там были такие имена Ферми и другие не менее известные люди участвовали, они были молодыми людьми тогда, когда они разобрались с проблемой странного излучения, проблемой корпускулярного и электромагнитного излучения, которые идут при этих процессах. Вот после того, как произошло понимание, что же это за излучение, присутствующее, сопровождающее эти процессы, понимание того, как вырабатывать энергию, как применять ее даже в военных целях, вот пришло понимание ясное этой проблемы. Я думаю, что… И вот два года назад я сформулировал эту мысль о том, что нам надо разобраться сначала с излучениями. И мы в своей лаборатории, и я знаю, что в некоторых других лабораториях тоже огромное внимание стали удивлять не столько проблеме генерации избыточной энергии, сколько проблеме понимания, что же это за излучение, которое сопровождает наши эксперименты. Но хочется заглянуть вперед, а что будет через несколько лет, вот как будет развиваться дальше наша наука. И я напомню, как ядерная физика развивалась. Там ядерная физика столкнулась с очень серьезной проблемой, с экологической проблемой, когда стало ясно, что воздействие ядерной энергии на человека и воздействие ядерной энергии на природу может быть катастрофическим. И людям пришлось тратить на это огромные ресурсы, и научные, и материальные. И я думаю, что мы сейчас находимся в такой наивной стадии, когда считаем, что наша область физики, она такая чистая и, скорее всего, никак не вредит ни человеку, ни тем более природе. Так вот, я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что наша область физики является чрезвычайно опасной и для человека, и для природы в целом. Поэтому мне кажется, что через 3-4 года мы будем одним из наиболее активно развиваемых методов исследования, это будет исследование влияния на экологию и на человека. Вот мое предсказание на ближайшие 3-4 года. Но, тем не менее, конференция начинается. Я приветствую вас всех. И, может быть, вот эту не самую интересную новость отодвинем на второй план. Все друг друга поздравим с успешным, как мне кажется, началом нашей конференции. Все. На этом федура открытия закончилась, и мы переходим к первому докладу. Первым докладом у нас выступает Александр Пасвирнов с докладом по обзору работ Талендор России и за рубежом. Саша, давай. Секундочку. Так, меня хорошо слышно? Отлично. Начинаю. Совместно с Александром Георгиевичем Пархомовым мы сделали небольшую презентацию с обзором работы области Ленера в России. Саша, я получил звонок из Канады, в котором попросили говорить не очень быстро, потому что все-таки электричество – быстрая штука, но не очень еще пока. Поэтому давайте говорить о размеренном темпе. Спасибо. Хорошо. С момента проведения 25-й российской конференции в КТЯ и ШМ вся информация сделана с нашего сайта lenor.seplen.ru, редактором которого я являюсь. Если у кого-то возникнет заинтересованность дополнительной информацией, он всегда может взять эту информацию с этого сайта. Итак, исследуемый Лену России. Я прошу прощения у тех, кого я, может быть, здесь не назвал, просто формат нашего сообщения, он требует малого времени, и нельзя охватить необъятное. Ну, понятно, что, как уже сказал Анатолий Иванович Климов, у наших наибольших успехов добилась Корнилова Алла Александровна. И мы, может быть, скоро узнаем еще новые ее открытия. Карабанова со Синтестех. И пример этого предприятия, как они умело смогли заинтересовать инвесторов и получить деньги на свои исследования. Дальше, Валерий Владимирович, который занимается наносекундными электронными импульсами, и с помощью этих наносекундных электронных импульсов он может уменьшать радиоактивность растворов. Радиоактивных растворов. Я не буду касаться этих тем... Да-да, у меня Zoom сейчас, конференция по холодным ядерным синтезам. Так, хорошо, отключите звук кого-то. И поесть минуту. Ну, вы там... Звук отключите, пожалуйста. А кто это сейчас кто-то подключил? Вы там едите? Я там готовлю, а что? Отключите звук, пожалуйста. Только должен быть... Я сейчас, Саша, вот я пытаюсь это сделать. Я еще немножко послушаю, а потом... Валерий Николаевич, скажите, пожалуйста, как отключить видео, чтобы мой портрет не виделся? Зачем он мешает? Сейчас я попробую отключить, во-первых, звук. Вот. Лучше вы там возьмите, что-нибудь сюда притащите и ешьте в виде. Видео отключается внизу, в нижней части экрана, слева. И звук, и видео там же отключается. Вот я начинаю отключать звук всем, кто... Ну, хорошо. Я так понимаю, могу продолжать. Продолжай. Значит, я не буду касаться работ, которые будут представлены в докладах на этой конференции, а только кратко, так сказать, очень кратко сделаю такие, как бы, точечные высказывания. Вот я собрал публикационную активность, может быть, не полностью, не всех, но с помощью сайта нашего. И здесь видно тоже, что Корнилова Александровна, как говорится, были активные теоретики, такие, Мышинский, Гволкин, Кемаршов. Дальше перейдем к исследованию Леннер за рубежом. Но всегда, как говорится, у нас был Андрей Росси впереди планеты сей. Пандемия немножко подпосила его работу, так сказать, приостановила, но в то же время он уверяет, что создал электрогенератор, он не автономный. То есть он может теперь продемонстрировать его работу без... Потому что люди, которые выступали против Леннер, они утверждали, что это все мошенничество, и все это просто скрытое передачи электроэнергии из сети. Последняя активность проявляет очень бриллиант Light Power Sun Cell. Они утверждают, что создали 20-киловаттный тепловой реактор на расплавленном галле. И последнюю демонстрацию они продержали 45 минут. открытием этого года может быть стал проект Saphir. Теорийский плазменный реактор, которым я остановился позднее. Очень интересную работу продемонстрировал Дейко Мизуна со своим никель-паллади и гетериум-тепомигратором. И что самое интересное, что он, как говорится, не таится, как Андрей Росси, а предлагает всем свою технологию и, так сказать, предлагает повторить все, что он сделал. В этом году также проявил свою активность европейское сообщество. Они дали деньги на два гранта. Первый они дали Шестинскому университету в Польше, в котором объединено научные организации из девяти стран. И второй, так сказать, проект это проект с финским университетом в СТУКО, в котором тоже участвуют только семьи организации европейского сообщества. Ну, как бы первооснователь никель возродных теплогенераторов в Пиантере несколько лет назад заявил, что он сделал свою новую фирму и что она будет пытаться, так сказать, сделать промышленный теплогенератор, но анализ результатов его на сайте заканчивается в 2015 году. Либо он ушел в подполье, либо, так сказать, какие-то работы приостановились. Billion Energy американская фирма, она получила патент на систему своей А6Т и на свою реакцию захвата электронов на устройство выработки энергии. Опять же, это все, так сказать, антируется в прошлом году. Хагельштайн от Industrial Heat тоже запатентовал свой метод ускорения реактивного спада и что-то воздействует развука. Кирилл Чуканов, его последние данные это примерно 6 месяцев, но единственное, что нет его статье очень общей фразы, нет конкретного описания, что он вообще делает со своими фразменными образованиями. Он утверждает, что создал генератор квантовой свободной энергии в 1-2 мегаватта, который, так сказать, производит очень плотные шаровые молнии. Ну и очень интересную статью опубликовал у нас НАСА. Они ввыли две статьи. В одной они описали свои экспериментальные данные, в которых они наблюдали новые ядерные реакции при детрированные металлах, при облучении тормозным излучениям, а также теоретическую работу нуклеев в ядерной реакции в металлах. Ну вот, что за эти два года наиболее интересного, Александр Пасовов считает, что они создали новый подход к созданию генераторных реакторов. И этот реактор, в котором они используют железный цилиндр масса 60 грамм, который нагревает вольфрамовый стеклян. Свой новый подход к созданию ленераторных реакторов он основывает на своей теоретической работе о роли нейтрина в реакции лена. Ну, реактор у него находится в кварцевой герметичной трубке, работает на смеси водорода и аргона, температура железа около 1030 градусов и получил коп 1,32. Значит, вот схема реактора Бриллиант Лайпауэр Сансерл, в котором они, так сказать, проводили свои экологические исследования, в котором они получили большое превышение выходной энергии над собственными нужными. плазма у них возникает в другом разряде между верфором, анодом и катодом. Катод у них из жидких галей. Это их экспериментальные данные по температуре. вот сферический плазменный реактор САФИР. Ну, в общем-то, никто не ожидал, что это производит какие-то интересные эксперименты. но им удалось, во-первых, воспроизвести как бы ситуацию Солнца в лаборатории на Земле. Они используют особый плазменный режим, в котором электроны самоорганизуются. И получаются, так сказать, такие плазменные образования, которые выделяют достичную энергию. На основном, так сказать, результатом это у них избыточная тепло, плюс, конечно, трансмутация элементов. И самое интересное, что плазму свою-то они удерживают без использования мощных и дорогих магнитов, и это дает возможность недорогих экспериментов в этой области. В команде САФИР основное ядро 12 человек, ну, конечно, обслуживающий персонал есть, они смогли поддерживать и повторять по желанию множество режимов плазмы. Ключевым у них какие-то оплазменные двойные слои, которые могут генерировать очень высокие уровни энергии. и они считают, что эти энергии, так сказать, на уровне фотосферы. Довольно значительное было у них количество долларов, которые они стратили на эти эксперименты, 15 миллионов. Конечный результат у них был в 19-м году, который они продемонстрировали Международному научному фонду, который был спонсором. Провели они ряд больших экспериментов, и вот те поразительные результаты, которые они получили, позволили им сделать вывод, что эти исследования необходимо продолжать. Они создали другую компанию Арион Энерджи, которая взяла в себя все интеллектуальные наработки этой команды Сапир. И они сделали целью создать полупромышленный прототип энергетической установки на базе их исследований. Вот примерные фотографии их плазменных образований. Какие у них получились результаты? Ну, во-первых, у них обширная трансмутация элементов. Они получили кальций, титан, литий, натрий. Они получили марганец, лантан, цезий и так далее. Кальций и титран. Александр Георгиевич Пархумов считает, что наиболее интересная идея это использовать полуэсферические аноды и закачивать туда водород или дейтерий. И за счет того, что этот водород или дейтерий просачивается через кистолическую решетку и достигает внешние поверхности аноды, там происходят какие-то процессы, которые до сих пор нам не были известны. Считается, что просочившийся газ уже находится в атомарном состоянии, поэтому он более легко вступает в реакцию. Но с другой стороны, существенное отличие от реактора с цельнометаллическим анодом в таких реакторах оборудования не было. Еще у них Георг Георг заметил какую-то особенность, это то, что температура анода ниже температуры окружающей плазмы. Ну, что может быть претворительство к тому условию, что в аноде есть какое-то дополнительное тепловодение. Но с другой стороны, возможно, что отвод тепла от этого анода, так сказать, позволяет снижать эту температуру. Ну, опять же, конечно, мы увидели, что в Сафир очень красивые картинки, но, конечно, до практического результата, возможно, еще далеко. И Александр Георгиевич считает, что даже его примитивные газоразрядные реакторы, которые он создавал в лаборатории на базе следующего разряда между альфрамовыми трубками, наполненные новодрожным никелем, они, так сказать, более ближе, к практическому применению. Также он считает, что реактор Климова ближе на подходе к созданию промышленного и полупромышленного прототипа, чем эти наработки. Но буду еще покажем. Пока неизвестно, сколько времени длится вот эта вот работа их плазменного образования. реактор, реактор, который продемонстрировал Дэйко Митсуна, это никелевая сетка с покрытием палладием. Во-первых, он получил такой результат, что при мощности 50 Вт он производит 250 Вт, а при мощности 300 Вт он выдает от 2 до 3 киловатт. И самое интересное, что в эксперименте длительность его продолжалась в течение 111 дней. Это довольно значительный результат. Было поглощено 176 сантиметров кубических диктерий, при этом никелевый реагент весил 54 грамма, а масса нанесенного слова палладием 50 миллиграмм. Вот внешний вид и схема реактора Тодейко Митсуна. Ну вот интересный все-таки доклад сделала НАСА. Он называется «Новая ядерная реакция, наблюдаемая в бетерейных металлах, облучшенных тормозным излучением». В качестве образцов они использовали Эрби Д3 и Титан Д3. Кроме этого, конечно, используют чистый Эрби и чистый Титан. Для сравнения. И нашли, что дейтериальные металлы с высоким содержанием топлива в этом полуплотности у них есть 20-20 атмосфер дейтерия на сантиметр кубический намного увеличивают вероятность реакции синтеза дейтерий-дейтерий. Испытания, которые они провели, показывают возможность инициирования термоядерных реакций с использованием простого относительно недорогого оборудования. Вот этот тезис наиболее интересен, потому что весь мир зациклился на токамаках, которые стоят баснословно дорого. И демонстрация в НАСА того, что можно на простом линейном ускорителе, недорогом оборудовании получать практически сопоставимые результаты, стоит очень многого. Очень интересно, что они обратили внимание именно на конденсированные среды, на то, что можно с помощью конденсированных средств получать какие-то термоядерные, что для нас, для low energy топлив-реакшн очень интересно. Выводы в свои статьи, они делают такие, что эти эксперименты надо повторить в будущем, возможно, с импульсными какими-то лучами, для подтверждения реакции синтеза ДТ-рит-3 и для дальнейшего определения источника нейтронов более высоких энергий. И они считают, что если масштабировать процесс, то есть применять более энергоэффективные линейные ускорители, или более мощные, то это может привести к принципе разработки новых медицинских аппаратов или даже промышленному производству изотопов. Ну и на заключение я хотел бы все-таки сказать, что от нас за это время ушли наши коллеги и надо все-таки отдать память это Бурта Афира Васильевич это Иван Михайлов Шакопаронов Шарков Виктор Федорович Владимир Алексеевич Калевицкий Иван Иванович участников к предыдущему докладчику. Если есть, то, пожалуйста, поднимите руку. Если нет, то... Анатолий Климов поднял руку. Да, ну, Анатолий, давай, задавай вопрос. Значит, я хотел уточнить у Александра, есть ли у него оригинал той работы Насовской, которую он напоминал, потому что достать ее по сайту достаточно сложно. И теоретически, и теоретически. С пучком. Только вчера я ее читал с нашего сайта. На нашем сайте есть. Но я тогда отдельно вам пошлю ссылочку. Спасибо. И второе, значит, вот все-таки вот Софир ты назвал, по-моему, там аббревиатура Сафар. Не знаю, как она правильно читается. Значит, все... Я тоже, честно говоря, не знаю. Значит, на самом деле там ни одного физика, вот насколько я знаю, которая плазменщикой, занимается профессиональной плазмой, нет. И вот то, что они предлагают как открытие века, это хорошо известный униполярный генератор, которым пытались моделировать шаровые молнии еще в Румынии. Там работа Сандулучи, в общем, корифей, который, значит, работал 20 лет назад. Его работы, ну, они во многом, так сказать, намного богаче и физичнее, чем то, что сделали эти друзья. То есть, ну, получили, то есть, сделали заказ, отчитались, а толку мало от этой машины. Она работает не рабочая машина. Это обычный стратифицированный разряд, который, там ничего другого нет, как вот страты. В этих стратах закапливается энергия, накапливается. Вот. Она живет наносекунды, вот это плазменное образование. И вываливает эту энергию в виде, так сказать, тепла или там пучка изолярных частиц. Вот. Поэтому, ну, в общем, вроде бы работа как с опломбом сделана, так сказать, ничего в ней нового нет. На мой взгляд. Ну, может быть, я соглашусь с вами, но давайте все-таки подождем. Вдруг вот эта новая фирма выстрелит в чем-то. Всегда лучше, когда к нашим коллегам прибавляется кто-то, они наоборот. То есть, любые дополнительные исследования, они интересны, правильно? Да. Я клюнул на то, что они выдавливали водород из вот этой вот анода, почему-то. Хотя, надо из катода вроде бы. Значит, мне кажется, это опять надувание щек особой диффузии атомарного водорода из такого катода, если он толстый, а тонкий, он разрушится моментально, катод, при энергии. Значит, ожидать не приходится. И все-таки это надувание щек, а не более того. Ну, я думаю, поживем, увидим. Спасибо. Спасибо. Если других замечаний и вопросов нет, то поблагодарим Просвернова за доклад и перейдем к следующему докладу. А следующий доклад это доклад Зателепина-Баранова «Механизм формирования и физико-химические свойства темного водорода». На доклад отводится значит где-то примерно 35 минут. Вот я попробую сейчас включиться. Вот. Для этого включить демонстрацию своего экрана. Вот. Сейчас я надеюсь, участники видят слайды, которые я демонстрирую на своем экране сейчас. Ну, название мы видим. «Механизм формирования и физико-химические свойства темного водорода H2 с крышечкой». работа сделана в лаборатории «Инлис» это Москва. Мы начали эту работу примерно два года назад. собственно, причиной появления этой работы было то, что мы обратили внимание, что мы очень много лет, несколько лет занимались никель-водородными теплогенераторами, нагревали до высоких температур водорожный никель и пытались получить дополнительную энергию. И в этих экспериментах почувствовали, что это такие работы ведут к очень серьезным биологическим последствиям. Поэтому было принято решение у нас в лаборатории, мы пока не разберемся с излучениями, которые идут из реакторов, мы какими-то очень интенсивными процессами, по крайней мере, в никель-водородных устройствах заниматься не будем, потому что это все чрезвычайно опасно. Ну, последующие события, в частности, уход Юрия Николаевича Бажутова, он подтвердил правильность наших этих выводов. Ну, вот основные результаты вот этой работы я на этом слайде показываю. Мы зарегистрировали в высоковольтном заряде рентгеновское излучение еще более мощное энергетически, чем энергия, напряжение, которое подается. Вот вторая позиция. Вторая позиция — интерпретация появления рентгеновских сигналов с позиции иона Барута и темного водорода. Ну, вот я здесь попробую объяснять, что это за темный такой водород, что это за ион Барута. Ну, и в конце там как бы некоторые статизирования, связанные вот с этим процессом с формированием темного водорода, с формированием именно Барута. Надо напомнить, что в 89-м году буквально через вообще эту работу, которую я сейчас рассказываю, я рассказывал несколько раз, но вот мы обратили внимание, что каким-то непостижимым образом до аудитории с большим трудом доходят вот какие-то очевидные вещи, для нас, по крайней мере, о которых мы говорим, аудитория все это воспринимает с очень и очень большим трудом. Поэтому было решено еще раз от Адама все рассказать и более-менее как-то ясно объяснить. И вот обращаю внимание, что в 89-м году буквально через два месяца после знаменитого эксперимента флешмана и пунца и выступления вернее флешмана и пунца Осман Барут выступил с революционной теоретической идеей о формировании некоторой особой формы вещества, особой, сильно отличающейся от Адама Вильефорда Бора. Затем, как рассказывать об этом Ионе Барута, я его называю Ион Барута, хочу посвятить некоторое время рассуждению на тему о полном течении растения фотона на электроне. Почему эта тема мне представляется важной, хотя, казалось бы, она в стороне немножко лежит. Дело в том, что здесь присутствуют сейчас люди, которые критикуют нас с Барановым. Возможно, есть еще те, кто не очень выступает с этой критикой, но тем не менее считают, что такая критика нужна. И основой критики является то, что мы строим вещество чрезвычайно маленькое, очень малого размера, 10-13 метра, по сути дела. темный водород – это вещество, имеющее характерный размер 10-13 метра. А вот существует такое направление физики, что электроны – это достаточно большое образование, которое по сути делает 10-12, то есть на порядок больше. И как там может образовываться из электронов какой-то темный водород, когда он имеет размер на порядок больший, вот это как бы непонятно людям. Но вот я напомню, что вот эта критика, связанная с размером электрона, она связана, опирается на так называемый Комптон-эффект, который был открыт в свое время, в 22-м году, практически 100 лет назад, Комптоном, который получил за это Нобелевскую премию, за это открытие. И суть открытия состоит в том, что по сути дела в предположении точечного характера фотона и точечного характера электрона был произведен Комптоном расчет рассеяния фотона на электроне с учетом релятивистских формул, которые к тому времени уже получили известность и популярность. И применение этих формул, когда сохранение энергии имеет релятивистский импульс, имеет релятивистский вид, то было получено так называемое изменение частоты рассеянного света по сравнению с падающим светом. Там в качестве коэффициента пропорциональности выступает величина, имеющая размерность длинной. И некоторые люди до сих пор считают, что это какое-то отношение имеет к размеру электрона. Вот я тут привожу полное сечение рассеяния фотона на электроне. Это вот этот рисунок. Он взят из книги, из энциклопедии ядерной физики, малой энциклопедии ядерной физики, которая показывает, что через вот этот рисунок показывает, что через буквально шесть лет после выхода работы Камптона два ученых, Нишина это японец или Нисина его у нас иногда называют Клейн, это вот тот самый, который Клейн и Гордон это уравнение реликвидовского уравнения электрона написал в свое время, которое потом было в ферме, как-то немножко изменено, то они рассчитали вот Нишина и Клейн рассчитали полное сечение рассеяния фотонами электронами. Вот этот график здесь я привожу. Если внизу отложены энергии падающего фотона, по вертикали отложено сечение рассеяния, полное сечение рассеяния, не полное сечение рассеяния фотона на электроне, то мы видим, что сечения меняется от единицы, где это Томпсоновское сечение Томпсоновского коберентного рассеяния до практически нуля, но это для очень высоких энергий, но в любом случае энергия сечение рассеяния фотона на электроне меньше, чем 10-15. Это классический Томпсоновский радиус рассеяния электрона. Таким образом, я даже думаю, что вот эта идеология о том, что фотон как-то там странным образом, что электрон имеет какой-то странный размер, это все связано с работами многих людей в МРТИ, где вот велись работы по радионевидимости, и вот это все привело к таким вот довольно странным, я бы сказал, это, видимо, влияние Авраменко в свое время, то есть это ну не совсем это какой-то инженерный подход, не совсем классический физический подход, который вот запутал проблему о размере электрона, размер электрона скорее всего меньше, чем 10 минус 15 и заметно меньше, чем 10 минус 15, поэтому можно из электрона строить очень маленькие конструкции, чем и занимался Борут в 89 году, вот следующий слайд мы посмотрим, извините, что так долго про комптоновское рассеяние, но вынужден был на это потратить время, потому что много критических замечаний, вот такого сорта совершенно, на мой взгляд, неоправданных. Вот идея Борута, она совершенно революционная, он предположил, что если имеется два протона, например, вот протон 1 и протон 2, ну это могут быть дейтоны, но будем считать пока, что это протоны, или вот беленький кружочек между ними располагается, вот такая может быть устойчивая вот такая конструкция, он механически получил решение, устойчивое решение, которое имеет очень малый размер, 10-17 метра, ну и даже радиус, радиус вот этой конструкции, 0,3 на 10 минус 13 метра, и уровни энергии, вот они здесь показаны, вот самый основной уровень минус 28 силы электрон вольт, вот напомню, что у водорода основной уровень это минус 27,2 десятых электрон вольта, мы привыкли 13,6, но на самом деле глубина уровня 27,2, а это есть половина уровня излученная при попадании электрона в эту яму. Здесь вот энергии даже в 2000 раз больше. Вот к сожалению, вот эта работа, она не очень-то популярна, но мы на нее обратили особое внимание. вот кстати, с подачи Самсоненко в свое время, который познакомил нас с этой работой, вот, и считаем, что на такого рода конструкции в природе следует обратить особое внимание. Вот, как может образовываться вот этот леон, вот Барут он предложил такую формулу, такую нотацию запись для своего иона H2 с плюсом и с крышечкой сверху. Вот, если бы крышечки не было, это был бы просто ион водорода. А так вот, некоторые своеобразные конструкции очень малого размера, при которой вот здесь реакция написана, при которой выделяется 28 электрон вольт электроэнергии, она имеет атомную массу, две атомные единицы и характерный размер радиус 0,3 на 10 минус 13 метра. Вот основные параметры. Вот эта конструкция Иоанн Барута имеет возможность превратиться в атом, то есть в величину физическую конструкцию без, то есть не в ИОН, а в обычный атом, или немножко необычный атом, но когда суммарный заряд равен нулю. Вот может образовываться некоторый аналог, тут две есть ветки, вот одна ветка это аналог образования дейтерия, вот это Иоанн Барута плюс электрон образуется аналог дейтерия, не дейтерия, а аналог дейтерия, плюс 13,6 электрон и радиус вот аналога дейтерия 0,5 на 10,10 метра это обычный атом бора. Но есть еще одна возможность это образовать темный водород, который ввели понятие, о котором ввели понятие баранов зателепен. два года назад примерно первый раз мы об этом выступили на конференции в Адлере. Вот Иоанн Барута плюс электрон образуется темный водород и выделится 258 килоэлектрон вольт. И электроны при этом образуют некую пару, про это сейчас чуть-чуть попозже мы поговорим, вот с радиусом 1,3 на 10 на 13 метра. Это типичный радиус вот этого атома темного водорода. Ну вот я здесь показываю, как может образоваться аналог ДТ. То есть вот электрон он вот 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 Элона Барута вот электрон вот два протона расположенные на орбите вокруг на расстоянии 10 минус 13 0,3 на 10 минус 13 метра. Вот на расстоянии 10 минус десятый но в тысячу раз больше располагается электрон и это как бы обычный ДТ. Но есть еще одна возможность вот самое важное для нас это когда электрон приблизится достаточно близко вот к иону Барута вот это опять один протон второй протон между ними электрон вот этот вот электрон который пытается превратить ион в атом он приблизится настолько близко что начнет взаимодействовать уже не столько с протонами за счет клоновского взаимодействия сколько с центральным электроном за счет магнитных сил и вот именно это взаимодействие за счет магнитных сил даст возможность образовать вот такую пару вот она при этом выделится значит 258 электрон вольт которая образуется при этом вот она будет выглядеть центр как бы ядром структуры является ион Барута вокруг на расстоянии всего на всего 10 минус 100 метра вращается электрон взаимодействующий магнитными силами с центральным электроном иона Барута вот построен водород ион Барута в центре является ядром а электрон который как бы делает это все нейтральным он располагается на очень близком расстоянии взаимодействует с ионом не с помощью кулоновских с помощью магнитных сил вот с центральным электроном при этом выделяется 258 электрон вольт почему вся возня нужна дело в том что мы обращаем внимание постоянно это наблюдаем образование новых веществ образование каких-то следов на дисках которые мы прикладываем к нашим генераторам и видим что на этих дисках гладких поверхностях образуется бог весь какие следы вот все это снимать можно только путем как нам кажется введения вот особого вида вещества которые в тех электромагнитных процессах которые мы изучаем ну вот еще раз хочу обратить внимание итак телеводород устроен таким образом это ион баррот выступает в роли гра два протона и центральный электрон а электрон на электронной орбите на снаружи на наружной электронной орбите расположены очень близко на 10 минус тысячу раз меньше чем для обычного атома он взаимодействует с центральным электроном с помощью никулоновских сил и с помощью магнитной силы его и удерживают вот ну вот для того чтобы пояснить что-то не придумки какие-то вот здесь я провожу сравнение магнитных сил и клоновских сил вот F магнитная и F клоновская вот здесь вот я привожу формулу для силы взаимодействия двух магнитных диполей P1 и P2 самое главное обставительство обращая внимание что магнитная сила она обратно пропорциональна четвертой степени расстояния в отличие от кулона который пропорционален второй степени расстояния все очень похоже только вот четвертая степень поэтому вот а вот кулоновская сила вот Q1 и Q2 и вот известно 4,5,7,0 и А квадрат вот пропорционально квадрату расстояния я специально вот радиус очень маленький радиус я его большой букв для того чтобы обращать внимание что в магнитных силах очень маленькие радиусы и начинают играть фантастическую роль вот здесь вот в этом столбике отложены логарифмы радиуса в метрах вот минус 15 метров минус 14 минус 13 минус 12 минус 10 а здесь вот отложены логарифмы отношения магнитной силы силы кулона на вот этих расстояниях ну вот и на расстояниях обычного атома бора 10 минус 10 метра магнитная сила как мы видим на 5 порядков по сути дела меньше чем кулоновская сила поэтому мы в атомах в обычных магнитные силы и не считаем какими-то важными они совершенно не важны порядков разница они на порядков меньше чем кулоневские силы ну вот уже на 10 минус 12 все еще магнитная сила 10 12 метров магнитная сила все еще меньше вот на 10 минус 13 но уже приближается на 10 минус 13 она уже вы видите на полтора больше чем кулоновская сила полтора порядка в три раза А вот уже на 10-14 вообще в тысячу с лишним раз больше, чем кулоновская сила. Магнитные силы на очень малых расстояниях чрезвычайно важны. Для того, чтобы понять, о каких размерах идет речь, я здесь такую привожу простенькую рисунок, позволяющую о чем-то понять. Если обычный атом водорода — это Москва, это 30 километров, вот такой большой радиус, то атом темного водорода — это нечто типа размером автобус, Лиас, на котором мы идем на работу, у кого нет машины. Вот такое соотношение. Тысячу или две тысячи раз — это огромная величина. Вот между Москвой и размером автобуса, чтобы было понятно. Ну вот здесь это ведь все какие-то теоретические рассуждения. Но хотелось бы это подтверждить экспериментам. И вот мы на самом деле имеем экспериментальные подтверждения. И третьих экспериментов я сейчас здесь покажу. Мы о них уже много раз говорили. Ну и еще раз о них скажу, экспериментах, которые подтверждают вот эти наши идеи об образовании темного водорода. Вот схема экспериментальной установки. Вот мы его называем «свинцовый домик». Это некая такая конструкция замкнутая из свинцовых кирпичей. Внутреннее мы подаем из генератора, что делать из бутылового увлажнителя, подаем водовоздушную смесь, воду и воздух, которые маломощным насосиком подаются. Дальше через трубку из этого домика удаляются. Ну, обычно, в вытяжку. В этом домике мы подаем напряжение высоковольтное. Ну, здесь показано 20 кВ, иногда и 30 кВ. В этом домике у нас располагается стал натрий-йод, этот сенсулятор, прикрепленный к ФЭО. От ФЭО идет, значит, вот сигнал, поступает на осциллограф, на котором по каналу 1, на который сейчас мы посмотрим, что там будет. Кроме того, рядом с этим домиком, рядом с этим домиком, мы располагаем антенну. Вот она здесь показана. И это канал номер 2. Тоже подаем на осциллограф. Когда внутри загорается разряд, начинается разряд, то антенна сразу это начинает чувствовать. Мы на осциллографе это тоже можем видеть. Вот так устроим эксперимент. Посмотрим результаты. Вот это так называемые гистограммы. Тот, кто занимался осциллографом, не знает, что осциллограф имеет возможность строить два типа показаний. Это осциллограммы и гистограммы. Гистограммы – это суммированные по времени показания на различных энергетических каналах. Вот по горизонтальной кривой отложены, прямой отложены номера каналов. По сути дела, вот здесь вот эти цифры 100, 200, 300 – это номер канала на осциллографе. Но мы умеем с помощью калибровки превращать вот эти цифры 100, 200, 300 превращать в энергетические увеличения килоэлектронвольты. И по вертикальной прямой отложены количество счетов, которые попадают в тот или иной канал. Вот в данном случае вот в канал около 300 попало примерно 60 счетов. Вот видите, примерно 60 счетов попало. Мы знаем, что это есть величина энергии 258 килоэлектронвольт. Это совпадает с теоретическими ожиданиями энергии, я только что говорил, которые образуются при образовании цивомного водорода. То есть это мы не просто придумали на бумажке, у нас есть этому экспериментальные подтверждения. Вот другой тип эксперимента. Это эксперимент, когда мы ищем корреляцию между возникшими сигналами на антенне. Вот я описывал, что рядом с нашим свинцовым домиком, где происходят разряды, располагается антенка. Вот она, этот канал номер 3, он зелененький на осциллографе. Вот это уже осциллограмма, то есть развертка по времени. По горизонтальной оси отложено время с разверткой 4 микросекунды. Вот, например, то есть вот размер между вот этой точкой и этой 4 микросекунды. Вот размер между вот этим скотиком и вот этим примерно 6-7 микросекунд. Вот зеленая кривая, зеленый канал, это канал санктаны, а синий канал, это канал с феу, с натрия йодового детектора, с инфлятора, который регистрируется осциллографом. Вот мы видим, что если возник вот эта вот флуктуация, типичная флуктуация при разряде, то ответный такой же примерный сигнал возникает и на феу, потому что феу тоже можно рассматривать как антенна, в виде антенны. А вот через некоторое время, а именно через 6 микросекунд, возникает мощный гамма-всплеск, рентгеновский всплеск, который регистрирует этот, значит, вот флоу наш, и это и есть рождение 258 килоэлектрон-вольт. То есть мы вот в этом эксперименте видим, что это не просто космические там происхождения, вот эти вот мы регистрируем, они связаны с электромагнитными побоями, которые мы там генерируем в нашей среде, в водо-воздушной среде. Ну и, наконец, третий эксперимент, вот регистрация мягкого рентгеновского излучения, при котором, значит, вот мы зарегистрировали по уровню 28 кэф, 7 кэф и 3 кэфа, которые, значит, вот это опять гистограммы, не осциллограммы, а гистограммы, вот на них мы видим наличие вот этих вот трех типов, которые предсказаны были в свое время борутом, борутом, то есть мы и это мы тоже видим. Вот, то есть у нас есть подтверждение того, что мы ионы борута у нас образуются, а потом с ионов борута образуются ионы темного водорода, потому что мы 260 кэф также регистрируем. Ну вот, ну вот тут вот я еще раз эти вот уровни привожу. Здесь некоторое рассуждение, и буду сейчас этим заниматься из-за неумением времени, потому что, к сожалению, время потекает очень быстро. Вот, я лишь только сообщу, что, как мы понимаем, вот я это называю ямобора, вот, то есть образование обычного вещества, это я называю ямобора, потому что сваливается, стремится вот образовать вещество размером 10 минус десятый метр, и ему приближаться ближе к ядру совсем не захочется. Вот для того, чтобы все-таки полететь электрон, вот этот электрон, для того, чтобы полететь дальше куда-то, вот, свалиться в яму, которую бород предсказал, вот, минус 28 килоэлектрон вольт, нужно выполнение вот такого условия, что поле электрическое, которое мы используем, оно должно быть больше, чем 13,6 на кубический концентрации вещества. Ну вот, в наших, в обычных условиях, я вот это перевел в обычные, нужно иметь величину внешнего поля примерно 10,9 вольт на метр. Это довольно большая величина, но не очень большая, и она достижима в экспериментах. Почему так большая такая должна быть величина, потому что на размере электрон на размере пробега между атомами среднего пробега должен достигнуть 13,6 электрон вольта. Тогда он сумеет преодолеть яму Бора и полететь дальше и достигнет следующего уровня, вот уже уровня иона Барута. Вот. очень интересный вопрос, а как образуется собственно ион, как собственно образуется темный водород. Дело в том, что ион Борута выступает в роли очень мощного ускорителя электронов. Вот те электроны, которые имеют энергию 13,6 электрон вольта и не свалятся в образование обычного атома, они полетят дальше, ближе к иону Борута. А почему они туда полетят? Потому что, во-первых, электрон заряжен отрицательно, а ион Борута заряжен положительно. Но есть еще один фактор, о котором мы уже говорили чуть раньше. Вот центральный электрон в ионе Борута начинает при расстояниях 10-12 метра начинает очень интенсивно тянуть электрон за счет магнитных сил и очень мощно ускорять его начинает в результате выделяется 260 электрон вольт. Борут является естественным очень мощным ускорителем электронов. Вот очень важная величина какова же скорость электрона наружного электрона в темном водороде. Ну, тут некоторая релятивистская возня устроена. Мы оцениваем фактор, гамма-фактор так называемый релятивистский вот он 1 минус v квадрат делить на c квадрат. Вот и два. То есть электрон, который образуется в темном водороде на наружной орбите, он является релятивистским. Он двигается со скоростью 0,75 скорости света. Я напомню, что в обычном атоме электрон двигается со скоростью примерно в 300 раз меньше, чем скорость света. А здесь уже электрон приближается к скорости света, как мы видим. ну и вот здесь я сейчас пару слов хочу сказать очень важных о тех значит последствиях электромагнитных, которые возникают при образовании темного водорода. Дело в том, что релятивистские электроны в частности, двигающиеся с релятивистскими скоростями, они формируют особую форму электрического поля, отличную от кулоновского поля. Вот здесь вот книжки по электродинамике двигающихся зарядов показаны вот формула и показано, что поле в канале к двигающемуся заряду сильно возрастает вдоль направления оно падает. Ну вот оказывается это описывается с помощью опять вот этого релятивистского гамма-фактора. Вот если обычный электрон например имеет поле вот в этой зоне скажем там какое-то то в данном случае это поле будет в гамма-раз больше. То есть примерно в полтора раза больше. примерно в полтора раза больше. И такая же ситуация происходит с магнитным полем. То есть магнитное поле тоже увеличивается в соответствии с этими примитивистскими по сути дела формулами. Таким образом мы можем сказать, что несмотря на то, что суммарный заряд темного водорода равен нулю, потому что там содержится два протона и два электрона, в окрестности этого заряда мы будем наблюдать как бы ненулевое электрическое поле, что противоречит обычной какой-то нашей физике. Мы бы ждали, что поле практически равно нулю, ну дипольное поле будет, но оно обычно очень быстро спадает. То здесь поле будет отлично от нуля, несмотря на то, что суммарный заряд равен нулю. Вот это я напомню, что есть огромное количество работ, которые обращают внимание на то, что как будто откуда электроны какие-то берутся непонятные. Вот это и есть возможно объяснение того, откуда в наших экспериментах могут браться вот эти непонятные электроны. Они ниоткуда не берутся, они просто разгоняются до релятивистских скоростей и электрическое поле, которое они создают, оно становится другим лекулоновским. То же самое магнитное поле, которое создают эти релятивистские электроны, оно тоже является повышенной величиной. Кроме того, теноводород имеет и особые химические свойства. море этих свойств на самом деле. Но я выделю только два. Во-первых, теноводород взаимодействует с цеплами из окружающей среды с помощью магнитных сил. Вот в частности очень активно взаимодействует с ним по-видимому кислород, который является магнитоактивным веществом. И в частности теноводород из кислорода образует нарастающую конструкцию, которую можно назвать объединение теноводорода с окружающим веществом. Вы имеете вот эти объединения с окружающим веществом теноводорода, как нам кажется, наблюдаем на треках и на кратерах, на тех CD-дисках, которые мы применяем для регистрации процессов в наших устройствах. Ну и о трансмутации пару слов хочу сказать. Дело в том, что теноводород, он обладает, как мы только что говорили, отличным полем, и он, по сути дела, является как бы электроном, если так угодно, так только очень тяжелым. И этот очень тяжелый электрон обладает возможностью в окружающем веществе попасть на, начать, пытаться искать место на орбите окружающего вещества, к которому он присоединится. это ведь очень маленькое вещество, темный водород. Обычное вещество огромное, в 2000 раз больше, чем он. Вот он в нем садится, поскольку его как бы заряд, это заряд на самом деле ноль, но электрическое поле отличное от нуля, по сути дела это такой тяжелый водород. Он займет свое место на самой низкой орбите, потому что две атомные единицы, никто с ним не сравнится в этом деле. То есть темный водород сядет на самую низкую орбиту, но своим зарядом, своим полем будет немножко снижать ядра у электронов, оптических электронов, которые в этом веществе на внешней орбите, они будут ощущения, как будто заряд ядра несколько уменьшился. И это тот самый процесс, который мы воспринимаем как трансмутацию вещества. Как нам кажется, одно из объяснений трансмутации. Вот это пожалуй самое основное. Вот тут я хотел показать кратеры от образования темного водорода, вот они бывают довольно забавные, вот нечто напоминающее православный крест, вот я его люблю показывать. Вот последний значит слайд это по сути дела, это выводы из моей презентации. Мы экспериментально подтвердили, что имеются доказательства и справедливости модели иона Баррата и справедливости модели темного водорода, то есть вот такого последующего образования из иона Баррата вещества уже не имеющего заряда, но тем не менее имеющего особые электромагнитные свойства. И хотел сказать, что как мне кажется, правильное развитие современного развития науки по холодным синтезе это электромагнетизм релятивистских электронов. Нам нужно увеличивать свои знания, улучшать свои знания, улучшать свои экспериментальные возможности для генерации релятивистских электронов и для их исследования. И на этом пути как раз я думаю мы и поймем, что же происходит с теми процессами на самом деле о которых мы уже многие годы говорим в холодном синтезе. Спасибо. Это все. Валер, час ровно. Это ужас какой-то. Я думал, что я уложусь в 40 минут. вот. Ну, друзья, давайте тогда мы свернем, поскольку было очень много. Нет, ты не прав, я заметил, ты не прав. Вот у меня по 13.25 я должен закончить, а сейчас 13.30. Поэтому я не мог сейчас говорить, это все-таки меньше. Поэтому давайте мы обойдемся без вопросов обсуждений. Может быть, обсуждение можно будет отнести на круглый стол, который сегодня вечером с 7 до 8 у нас будет. Вот следующий уже научный доклад это доклад Челюги, который проводил работы, связанные с регистрацией биологических эффектов с темным водородом, как нам кажется. И вот я прошу его приступить к демонстрации. Можно указать ошибки? Ошибки в формуле, которую вы показывали. Так, я сейчас ищу ... Так, я, возможно, не включил, возможно, я не включил эту самую... Так, меня видно, слышно? А, да, Виктор, тебя и видно, и слышно. Я побоялся, что я не включил твой микрофон, но тебя и видно, и слышно. все хорошо. Спасибо. Давай, приступай. У тебя, у тебя, на самом деле, пять часа, не так много времени, ну, я думаю, хватит. Давай, приступай. Так, ну, надеюсь, нормально видите презентацию. да, хорошо видно, хорошо видно. Включите, пожалуйста, полноэкранный режим. Для этого, для этого, Виктор, нажми на это самое... Получилось? Получилось, да, получилось. Здорово, спасибо. Хорошо. Ну, значит, как уже сказал Валерий Николаевич, нашей задачей было посмотреть биологические эффекты от, ну, в терминологии Валерия Николаевича, темного водорода, но, может быть, я буду использовать термин странное излучение, просто обозначая этим некий экспериментальный феномен, потому что существует очень много теоретических моделей, магнитные монополии, там, Ошака, магнитные излучения, которые в разных статьях звучат, но, надеюсь, Валерий Николаевич меня простит за этот термин. Вот. Ну, говоря об этом странном излучении, я бы хотел отметить некоторый взгляд, бытующий во многих работах, что оно может рождаться как в ходе низкоэнергетических ядерных реакций, так и оно может присутствовать в природе, то есть возможны какие-то генераторы или в недрах Земли, на Солнце, возможно, в каких-то других астрофизических объектах, которые генерируют это излучение, но неким подтверждением тому является неравномерный ход, многие отмечают, что в определенные периоды времени скорость хода вот этих низкоэнергетических ядерных реакций может очень сильно увеличиться, они идут более интенсивно, потом все это затухает, и одним из способов как-то это объяснить является идея, что оно присутствует в природе. Это на самом деле очень важно для нашей темы, потому что если оно присутствует в природе, то у человека может быть какие-то механизмы, то есть мы как-то к нему приспособились, если же это чисто искусственная вещь, там будет все немножко сложнее. Ну, существуют крайне немногочисленные, но тем не менее они существуют, работы, в которых вот как раз пытались изучать это излучение, потому что в этих реакциях по сути и именно оно и образуется, то есть не образуется возбужденные атомы, так вот ядерный мусор, возникает некоторое излучение. И первые работы в этом отношении это работы Пряхина, который с Леонидом Ирбековичем Мурускоевым работал, опубликованным в 2006 году аналог фонда Луида Бройля. Я не буду останавливаться детально на этих работах, но, во-первых, мало времени, а, во-вторых, я скажу о проблемах всех этих работ, которые в какой-то смысле определили ход нашей мысли, когда мы планируем этот эксперимент, а проблема следующая, то есть несмотря что, ну, скажем, работы Пряхина это чрезвычайно профессионально выполненные работы, это люди, которые понимают и в радиобиологии, и в методах, но вот многие, наверное, имеют или, по крайней мере, что-то знают о ядерно-физических экспериментах и представляют, как это происходит, то есть эксперимент Туруцкоева, где напряжение там в районе полмиллиона вольт, токи килоамперные, разряд, генерится практически весь спектр электромагнитного излучения от радио до рентгена ультрафиолета, звук от такого разряда, ну, это, наверное, выстрел из малокалиберной пушки, и в метре от разряда и именно в метре отмечают авторы находится клетка с мышами, то есть было бы очень странно, если бы на них это еще не подействовало. Можно целую неделю перечислять и, наверное, не перечислишь работы, в которых исследуются различные электромагнитные влияния на биологические системы, поэтому ну, вот проблема контролей, то есть вот правильно было бы поставить такую же клетку с мышами вот рядом с таким же разрядом, но из которого почему-то не идет это странное излучение, но вот этого не было, обычно в статьях не отмечается, где именно был контроль, но очевидно, что он был где-то за пределами вот этой комнаты, где происходили разряды, на ком удалении непонятно, в этом же отношении ну вот работы Шишкина, которые здесь приведены, здесь фотография из его статьи в интернете, где крысы, вот они зажаты специальные такие зажимы, ну вот люди, которые работают с крысами, я специально консультировался, они отмечают, что вот собственно помещение крысы только в такой зажим, оно вызывает в нее жесточайший стресс, и даже без разряда возможно наблюдать вот те эффекты, с правой стороны тут вот за портретом я не знаю видно ли остальным у меня закрывает две пробирки с кровью, одна из которых считается, что это обусловлено действием странного излучения, но опять же контроля нет, то есть крыса сегодня, крыса завтра, это две разных крысы, то есть из-за вот этой чувствительности биологических систем к разным очень слабым и мы даже не знаем полный перечень вот этих воздействий, от которых мы должны как-то отгородиться, поэтому схема опыт-контроля она является классической и вот если она не реализована, то говорить о каких-то результатах не приходится, поэтому основное это проблема как устроит контроль ну и вот пытаясь решить эту проблему мы обратили внимание на идею впервые высказанную вот в приведенных работах у Рускоева с авторами где она анализирует причины Чернобыльской катастрофы и несостоятельность официального заключения говоря о том что там вот наблюдается некоторые феномены которые это заключение не объясняют но для нас там была важная идея что вот это странное излучение переносится по паропроводам то есть что эти частицы могут связываться молекулами воды и вот отталкиваясь от этой идеи были проведены предварительные эксперименты о которых Валерий Николаевич будет рассказывать завтра к сожалению доклады поставлены немножко вот в такой последовательности и на этой основе вот была предложена следующая схема то есть у нас есть разрядная камера РК в которую поступает вот этот холодный пар из парогенератора осуществляется высоковольтный электрический разряд и пар во всей системе создается небольшое отрицательное давление за счет чего пар от парогенератора через разрядную камеру проходит через бокс с экспериментальными животными а контролем является точно такой же бокс запитываем вот точно такого же парогенератора но который этот пар не участвует в электрическом разряде и вот он не переносит эти частицы но естественно что они могут сюда попадать как-то через напрямую от разряда но вот наибольшее их влияние за счет связывания ожидается именно экспериментальный бокс ну и также есть вот клетка с мышами которая ну хоть это и называется контроль но на самом деле это тоже в каком-то смысле опыт это мыши которая находится рядом с установкой на точно тех же расстояниях то есть расстояние везде одинаковые потому что как я уже говорил электрический разряд даже не такой могучий как вот упомянутый у Рускоева он все равно является мощным генератором электромагнитного излучения и несмотря на то что все тщательно экранируется заземляется какое-то излучение остаточное наверное все-таки присутствует и поэтому чтобы вот оно действует одинаково на все три группы ну и дальше у нас этот пар он проходит через водяной фильтр и значит который расположен за стенкой здания и дальше выбрасывается в атмосферу то есть мы полагаем что здесь вода также его улавливает ну и еще четвертая группа это контроль вивария то есть это мышь которая находится виварии это другое помещение то есть ну вот они являются контролем в смысле вот тех геофизических параметров которые как известно тоже действуют вот и вот они в виварии и в экспериментальной комнате одинаково ну здесь фотографии как это все выглядит то есть вот разрядная камера вот она увеличена в варианте это стальной экран достаточно толстый вот снизу поступает пар вот через это отверстие сюда подается высокое напряжение ну и здесь с правой стороны фотография экрана потому что крышкой этого экрана специально снята чтобы было видно ну вот как выглядит остальная часть установки то есть вот экспериментальный бокс куда поступает пар от из разрядной камеры и контрольный куда поступает пар напрямую от парогенератора дальше это все вот поступает на некий смеситель и на вот эту вытяжную систему которая как я сказал создает небольшое такое отрицательное давление за счет чего пар он движется то есть за счет этого давления пар из экспериментального бокса не попадает в контрольный и наоборот потому что он вытягивается наружу то есть это специально в начале эксперимента проверяется проверяется это легко пар белый и все очень хорошо видно но здесь показаны парогенераторы справа и здесь повторен в немножко большем масштабе вот рисуночек виден где расположен парогенератор вот один и второй также ну а это вот этот водяной фильтр и по сути вытяжная система которая протаскивает этот пар через этот водяной фильтр вот она расположена снаружи ну и выглядит вот таким образом вот схема эксперимента было проведено ряд экспериментов но здесь как следует из названия моего доклада это предварительные результаты поэтому ну вот мы подготовили результаты одного из экспериментов здесь облучение производилось по 40 ну 40-45 минут в течение 6 дней при этом ну как я уже говорил были 4 группы мышей вот и так же потом осуществлялось облучение рентгеновским излучением но это уже связано с методикой которую мы использовали но вот некоторое замечание оно такое не совсем научное но возможно кто-то из слушателей тоже с этим встречался было бы интересно пообщаться то есть вот после трех дней этих экспериментов произошел достаточно необычное явление то есть вот в этой области где-то в области где на самом деле нет ничего связанного с установкой то есть ни проводов там в общем-то ничего нет случился некий такой достаточно мощный взрыв но взрыв явление быстро протекающее но вот так как по первому диплому я еще электронщик то я всяких коротких замыканий за свою жизнь увидел в самых разных местах очень много это не было похоже на это замыкание но и результатом этого взрыва было то что выгорели все парогенераторы и ну вот чем-то напоминает вот те взрывы или плазменное образование которые описывают шахпаронов в своих работах но удивительно то что в каком-то пустом пространстве поэтому после этого взрыва были заменены парогенераторы и ну источник питания вроде выжил но как-то очевидно на нем это тоже сказалось вот если у кого-то подобное происходило напишите ну вот методы которые использовались то есть на самом деле это методы которые относятся именно к мышам мы использовали и другие но вот кратко это адаптивный ответ уровень продукции активных форм кислорода исследовали массу тимуса и селезенки так как они являются кровотворными органами и обычно всегда реагируют на какие-то стрессовые воздействия ну и гематологический анализ крови ну адаптивный ответ это метод который позволяет выявить очень малые какие-то внешние воздействия он показан для самого широкого класса воздействий начиная от различного рода слабых ионизирующих излучений лазерного излучения до каких-то химических повреждающих агентов и суть его состоит в том что животное облученное какой-то малой дозой вот этой повреждающей радиации оно к нему адаптируется оно как бы становится резистентным устойчивым причем вот эта устойчивость она сохраняется в общем-то на на протяжении жизни и в каком-то смысле может даже в следующих поколениях вот и как я говорю это очень слабое воздействие и для того чтобы понять есть он или нет потом животных облучает уже ну как бы неким повреждающей дозой ионизирующего излучения и при этом значит те животные которые ну как бы не были адаптированы вот этой слабой они погибают а в том случае если вот они были облучены вот какой-то повреждающей но при этом вот выработался этот адаптивный ответ они оказываются устойчивы и выживают ну и вот этот феномен можно положить в основу изучения ну по крайней мере детекции такой биологической вот этого слабого воздействия и вот это был один из методов вот он основан на так называемом микроядерном тесте то есть специальные клетки которые безядерные в том случае если вот какая-то есть их повреждение ДНК то в следующем поколении там образуется вот из этих поврежденных фрагментов так называемые микроядра и в этом тесте они считаются и на основе этого оценивается вот число повреждений и то что было ну вот эти клетки это полихроматофильные эритроциты вот здесь они показаны то есть видно что вот в них ядер нет это просто из ну соображений удобства можно выбрать другие но тогда надо будет в то время отличать вот это микроядро и ядро а здесь очень хорошо видно и вот эта клетка ее ДНК в предыдущем поколении была повреждена и и вот при последующем метозе вот она образует такое микроядро вот их считает ну и результаты микроядерного теста то есть на самом деле это вот 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 эти то есть контроль комнаты которые стояли рядом с установкой но не в пару вот странное излучение с паром и без пара точнее пар без странного излучения ну и и видно что вот если среднее посчитать то где-то процентов на 30 это отличается от того что было вивари для контроля но адаптивный ответ то есть вот как следует из следующих строчек не был получен а вот последняя строка таблицы это вот как раз адаптивный ответ который моделируется то есть сначала слабое обучение и потом полтора грея повреждающие вот то есть вот видно какой должен быть результат но но вот он здесь пока не дотягивает это не означает что его нет это предварительные результаты то есть его нужно искать нужно находить определенную дозу обучения тут возникает еще задача метрологии про которую я надеюсь Валерий Николаевич тоже скажет вот куда мы собираемся двигаться ну следующее зависимость массы тимусовой селезенки здесь ну какого-то ярко выраженного эффекта не было хотя ну вот в среднем массы селезенки для вот тех которые находились рядом с установкой меньше ну и следующий тест и я немножко ускоряюсь то что время бежит активные формы кислорода и здесь получен достаточно такой яркий результат вот именно для опытных вот ну то есть вот образование активных форм кислорода тоже говорит о том что вот какие-то повреждения они происходят но анализировался состав крови мышей это отдельная работа то есть отдельной группой на специальном оборудовании и здесь ну на самом деле был получен результат тут не очень это наглядно видно из графика то есть повышенный уровень лейкоцитов который говорит о том что тоже вот есть некоторые повреждающие воздействия ну вот эритроциты гемоглобин тромбоциты они в основном каких-то сильных изменений не претерпели относительно нормальных физиологических уровней вот это то что касается исследования мышей это исследование еще раз говорю предварительное и мы надеемся они будут продолжены но так как вот основная идея что вот это странное излучение может связываться молекулами воды за счет парамагнитных свойств кислорода то очевидно что оно может связываться не только паром который его переносит как было показано а и собственно водой но именно ради этого и был у нас поставлен этот водяной фильтр на выходе ну и в процессе работы установки у нас в разрядной камере образуется конденсат и был исследован вот этот конденсат потому что ну вот это некий аналог вода лавливает эти частицы и наше тело которое состоит на 90 из воды тоже их лавливает и в специальных работах отмечается важность именно водной среды в механизме радиационного повреждения утверждается что в общем-то 95% радиационных поражений они как раз обусловлены тем что изменяется свойство межклеточной воды ну и для этого был выбран объект планарии то есть у нас в институте вот эта культура поддерживается она значит очень интересна тем что многие работы вот которые исследовались слабые и слабые воздействия они делались именно на планарии на тесте который исследует скорость регенерации планарий то есть для этого ну вот это существо это некий такой плоский пресноводный червь длина там до одного сантиметра то есть он маленький и он абсолютный чемпион по регенерации то есть в этих экспериментах оттекается ну условно головная часть вот и планария при этом ничуть не погибает просто из этих двух частей вырастает две новых планарии и ну вот как это выглядит то есть вот на левой картинке это обычная планария а здесь вот регенерирующая видно впереди у нее есть такая буастема она светленькая не пигментирована вот скорость роста этой буастемы на какой-то обычно на третий день эксперимента и является ну вот неким тестовым сигналом а так как планария она живет в воде то есть для нее очень критичным является именно вот состояние этой водной среды то в опыте как раз сравнивался конденсат который был ну накоплен в разрядной камере вот в ходе этого шестидневного эксперимента и конденсат который был получен ну буквально за несколько часов до начала опыта ну и естественно контроль ну вот так происходит работа это необходимо отметить что речь идет о прижизненной морфометрии то есть эти планарии они сначала фотографируются ну здесь некий слайд который показывает что вот надо фотографировать этих иногда они движутся такая зарядка и специальная программа которая позволяет ну в полуавтоматическом режиме определять площадь этой буастемы и отнесенная к площади всего тела вот она может быть диагностическим параметром ну ну и вот полученные результаты то есть здесь наблюдался очень на самом деле мощный эффект но вот мощный эффект это по оценке людей которые вот эту расу планарий содержат и в общем всю эту методику десятилетиями используют и он наблюдался именно для шестидневного конденсата то есть который был накоплен вот в ходе этого шестидневного эксперимента это контроль планарий который в обычной воде это ну а это вот свежий конденсат ну вот вот то что у нас здесь эффект очень такой поменьше и он вроде бы другого знака но как я уже говорил вот после вот этого взрыва странного ну вот работа разрядной камеры она была мы вот сейчас заменяем высоковольтный источник поэтому вот является ли это эффектом или же это было просто следствием того что у нас после этого взрыва странное звучание оно генерилось не в той степени но это предстоит выяснить но то что вот есть такой достаточно могучий эффект ускорения регенерации это вот результат достоверный и но на самом деле этому не стоит радоваться потому что вот такое ускорение оно может приводить там к росту там скажем каких-нибудь злокачественных опухолей поэтому требует отдельного рассмотрения к чему это приводит и также опыт с семенами растения смотрели скорость прорастания пшеницы и здесь тоже был получен достоверный результат что вот вода из разрядной камеры конденсат она ускоряет развитие растений но опять же пока проведено очень небольшое количество экспериментов то есть это все в процессе дальнейшего исследования ну и в заключение хотелось бы немножко развить мысль с которой я начинал то что с ионизирующей радиацией вот которая обычно является поражающим фактором на самом деле очень интересная история потому что вот то работы которые также выполнялись в нашем институте и было показано что малые дозы вот радиации они на самом деле не только не вредны они буквально необходимы для нормальной жизнедеятельности биологических организмов но вот с увеличением дозы наступают некоторые повреждающие начинаются повреждающие действия и вот эта зависимость она очень сложная но в том случае если у нас наблюдаем идея ну вот пока ну как-то немножко подкрепленная рядом экспериментов что все-таки играет большую роль вот это странное излучение природного происхождения то возможно здесь такая же ситуация то есть какое-то количество какая-то есть порога интенсивность когда вот это излучение оно может быть даже необходимо и и дальше когда оно приводит к повреждающим отрицательным последствиям ну и известна серия работ которые вот упоминавшаяся Алла Александровна с Высоцким публикации про биологическую трансмутацию и говоря о вот этой биологической трансмутации когда вот в таких работах рассматривается так называемое когерентное коррелированное состояние наблюдаемое вот какие-то моменты динамики точнее возникающие какие-то моменты связанные с динамикой ну например процессы метоза процессы расшивания вот этой спирали возникает большие фруктации энергии которые могут приводить вот к этим реакциям вот в процессе этих фруктаций очевидно могло бы образовываться и вот некоторое излучение ну скажем такого биологического происхождения есть работа я к сожалению вот не смог найти ссылку куда-то она запропастилась в которой очень интересно тем что там автор он развивает некую специальную методику активации фотопленок чтобы они были чувствительны вот к очень слабым воздействиям и дальше просто экспонирует кончики пальцев ну в темноте естественно на этих фотопленках и вот в работе показано что он получил практически всю феноменологию вот вот этих треков от странного излучения которые есть в других работах то есть по-моему он только один какой-то тип зеркальных треков не смог там получить то есть это могло бы быть с одной стороны вот неким подтверждением этого с другой стороны вот есть так называемый феномен метагенетического излучения который возникает как раз вот в тех процессах которые здесь вот на этой картиночке и которые связаны как раз по мнению Высоцкого Савы Александровной с формированием этих когерентных коррелированных состояний и с последующей низкоэнергетическими ядерными реакциями что касается метагенетического излучения там идея такая которой все придерживаются что оно связано именно с ультрафиолетовыми фотонами очень долго выяснялся вопрос откуда в биологической системе вот могут браться такие высокоэнергетические частицы ну какой-то там прогресс был достигнут но вот есть работы например перевозчиков которые исследовали перенос этого метагенетического излучения с помощью световодов и у них наблюдались некоторые совершенно не электромагнитные эффекты когда световод со временем начинал все хуже проводить это излучение и после того как он совершенно затыкался его нужно было там оставить в воде там где-то на суть может больше и вот это свойство проводимости восстанавливалось то есть если речь только о ультрафиолетовых фотонах то вот таких эффектов наблюдаться не должно ну это скорее мысли на какой-то далекую перспективу ну а на этом я свой доклад заканчиваю спасибо за внимание спасибо Виктор за интересный доклад ну все-таки вот если можно поскольку суммирующего какого-то заключения ты не сделал скажи еще раз слов по мышам что-то что есть что нет и по планариям что есть и что нет буквально два слова скажи пожалуйста если еще раз сказать то что было обнаружено я еще раз говорю результаты предварительные были получены начнем с растений что вот вода из разрядной камеры которая предположительно связывает это излучение она ускоряет развитие семян растений то есть скорость прорастания увеличивается она увеличивает скорость регенерации планарий это именно вода вот что касается вот это излучение которое связывается частицами пара и которые влияем в крови что говорит о том что тоже есть некое повреждающее действие и ну в среднем вот микроядерный тест который говорит о том что повреждается ДНК то есть ну там по сравнению с контролем тоже вот повышенное число этих микроядер каждое микроядро соответствует ну вот клеткость поврежденной ДНК то есть это вот то что на данный момент у Климова есть вопрос пожалуйста да вот еще раз относительно результатов давних которые опубликованы ты упоминал результаты Шишкина он нам показывал клетки крови эритроциты изъеденные вот этим странным излучением это повторилось или не повторилось не мы мы не ставили целью повторять вот его ну по крайней мере на данном этапе результаты но вот я сказал что там надо вот аккуратненько посмотреть контроль ну и второе там на дискуссию вынесем это все-таки по поводу взрыва но есть рекомендации как избежать всего этого дела но там водород нарабатывается сто процентов это очень 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 амнистическое заявление у всех у всех у всех кто занимается электроорезом вот такими паровыми смесями у всех там вот у нас там в том числе взрывы шли один за одним ну что это известный факт надо просто от них избегать неры делать которые не приведут это уже выводы это уже выводы но вопрос задал я бы мне интересно на самом деле вот любая информация дело в том что у нас система полностью герметична ну что там водород живет очень долго понимаешь и при этом она вот ну я говорю под таким небольшим отрицательным давлением то есть оттуда все вытягивается наружу но если это водород тогда непонятно вот почему это все пережгло всю электронику то есть просто взрыв водорода он не генерит такой электромагнитный импульс это было единое событие то есть вот это вот бабах и после этого выигрывало причем источник который мы используем он ну там комариная мощность 0,2 ну давай поговорим на дискуссию на другом стороне да спасибо значит за и последний вопрос вот Евгений Андреев задавайте свой вопрос ну у меня больше наверное предложений чем вопрос я впечатлен методикой регистрации и вот такое предложение на обдумывание к автору в вашей методике если вы замените разряд в воде на разряд в классическом совдеповском водородном пиротроне на любом то вы ваши эффекты можете много много увеличить для начала вы можете МПХ 90 любой водородный терротрон там тоже самое разряд и атмосфера водорода это глупо мы на дискуссионном столе это все будем обсуждать Анатолий Иванович давай будем ярлыки сразу не будем развешивать предложили интересное но я вот Евгению Андрееву хочу сказать что мы естественно это все учитывали в свое время при постановке этой задачи вот и выбрали именно этот путь поэтому спасибо за предложение но может быть что-то можно подсугать на самом деле интересно и вопрос вот генератора странного излучения удобного для вот этих работ он он стоит поэтому любые предложения мы восприним в большой благодарности конечно спасибо можно мне вопрос насчет конденсата пожалуйста да Надежда пожалуйста да я не хотел обсуждать вот результатов так сказать воздействия пара а вот насчет конденсата конденсат который вы скапливаете в этой камере он наверное содержит еще какие-то микроэлементы может быть это еще нужно учитывать ну да он может там что-то содержать это правильное замечание потому что совершенно ясно что пар прошедший через разряд он будет обогащен какими-то элементами из катодного и анодного материала из которого сделаны вот разрядники которые применяются это верно ну похоже что тут на самом деле вопрос в том как детектировать вот мы над этим думаем то есть если эти частицы там содержатся вот я надеюсь Валерий Николаевич эти идеи завтра озвучит как их можно детектировать чтобы понять что вот эта вода она действительно является связывает вот эти частицы то есть является в таком смысле ну вот активной заряженной потому что ну опять же вопрос контроля это как обычно в любом эксперименте контроль это основное друзья ну мы уже перебрали немножко время на 10 минут поэтому мы заканчиваем нашу утренную сессию мы сейчас прерываемся с нашей конференции и начнем вечернее заседание в 16 часов начнет вечернее заседание Александр Пархомов своим докладом поэтому прошу не опаздывать собраться и послушать и у него будет очень интересный доклад на этом мы утреннее заседание закрываем вот спасибо всем за внимание и подключение подключение подключаться можно будет где-нибудь без 15 и 16 я включу конференцию можно будет тихонько подключаться всем спасибо